100 тысяч рублей штрафа и никакого уголовного преследования за доход в 41 миллион, полученный от незаконной предпринимательской деятельности. Розаевский районный суд вынес постановление в отношении директора ООО «Энергоресурс», в котором решил прекратить уголовное дело Анатолия Новикова. Все потому, что во время расследования предприниматель загладил причиненный ущерб. Директор многопрофильной организации, работающей в сфере энергетики, эксплуатировал без соответствующей лицензии объекты теплоснажения, которые внесены в реестр опасных производственных объектов по экологическому и технологическому надзору и расположены в Розаевском и Лямберских районах Республики Мордовия. Котельные, которые арендовал Новиков, располагались в Атимаре, Лямберской Саловке и Розаевском Красном Сельце. Они обеспечивали теплом преимущественно социальные объекты. Плату за поставленные услуги бизнесмен забирал себе. И прекрасно зная, что котельные нужно лицензировать, не торопился этого делать. Следователи регионального МВД возбудили на мужчину уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере». Учитывая, что преступление экономическое, директоры отпустили под подписку о невыезде. И пока шло следствие, Новиков сделал все, чтобы загладить свою вину. 10 октября 2018 года обществом с ограниченной ответственностью энергоресурсов получены лицензии на осуществление эксплуатации взрыва пожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности. Тем самым Новиковым заглажен причиненным преступлением вред. Его действие не причинен кому-либо материальный вред и моральный ущерб. Ранее бизнесмен не был судим. В своем первом преступлении средней тяжести он раскаялся. Все эти факторы позволили ему рассчитывать и на снисхождение со стороны следователя, который в итоге выступил с ходатайством перед Фемидой о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Постановление Брузаевского районного суда от 7 августа «Производство по уголовному делу в отношении Новикова, обвиняемое в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 171 КРФ, прекращено на основании статьи 21-1 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации с назначением Новикова меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей доход государства». Постановление в законную силу пока не вступило, впрочем, это дело времени. Обжаловать такое лояльное решение бизнесмен будет навряд ли. Анастасия Семушева, Александр Труднов. Программа «Проишествие». Программа «Проишествие».